На сцене заслуженный артист Украинской ССР Николай Гнатюк, Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова «Птица счастья». Птица счастья завтрашнего дня. Приветствую, дорогие друзья. Прирождённый певец золотым тембром голоса стал достоянием нашего культурного наследия. В 70-е и 80-е годы имя Николая Гнатюка прогремело на весь Советский Союз, а его песни звучали из каждого дома. Давайте же узнаем, как сегодня живёт знаменитый артист и почему он решил отказаться от лавров славы. Коля Гнатюк родился в украинском селе Немировка в сентябре 1954 года. Уже с детства мальчик удивлял родителей своими вокальными данными. Поэтому они приняли решение отправить его в школу в соседний город. Именно там ему удалось познакомиться с миром музыки, а один сон повлиял на дальнейшую судьбу артиста. Тогда неизвестный голос предложил ему выбрать своё предназначение. Выбор Николая оказался очевидным. После окончания музыкально-педагогического факультета Ровенского педагогического института, он серьёзно задумался о музыкальной карьере. Первое признание своего таланта Николай получил от сослуживцев в армии. Изначально он выступал в составе ансамбля «Мы – Одесситы», а после попал в ленинградский мюзик-холл. Именно там Гнатюк присоединился к популярному объединению «Дружба», солисткой которого была сама Эдита Пьеха. Но настоящая слава пришла к нему лишь в 1978 году, когда его начинают принимать как эстрадного исполнителя. Его концертные туры выходили за пределы Родины, и в 1980-м он поразил публику в Дрездене и в польском Сопоте. Рядом с вами фея «Кси волшебники». Всеми любимые песни «Девочка из квартиры 45», «Танец на барабане», «Птица счастья», «Если город танцует» звучали отовсюду. В душевных и теплых композициях народ находил успокоение, а его легкие тексты пели даже маленькие дети. В какой-то момент каждый артист задумывается о сольной карьере, и Николай не стал исключением. В 1980-м году он получает звание заслуженного артиста Украины, а в 1985-м году у него выходит пластинка, над текстами которой работал композитор Евгений Ширяев. Большую роль сыграло и его сотрудничество с ведущими коллективами. Особый задор задают ансамбли «Мрия» и «Мальвы», а также джаз-роковый коллектив «Кроссворд». С последним они трудились над созданием особой музыки, где есть место для нежных французских мотивов. Ещё одной знаковой фигурой становится Александр Морозов, работающий над культовой песней «Малиновый звон». Вскоре она стала самой успешной за всю карьеру музыканта. Харизматичный и душевный Николай завоевал сердца многих советских женщин, но его любовь заслужила преподавательница танцев Наталья, смелая и уверенная в себе девушка, которая смогла задать интригующие вопросы. Забавно, но свататься к ней он пришёл вместе с известным космонавтом Георгием Гречко. В качестве угощения приятели взяли ящик яблок, и можно сказать, они совсем не прогадали. В 1983 году у пары родился сын Олесь, но спустя годы семейная лодка всё же дала трещину. После аварии на Чернобыльской АЭС семья поехала в Германию, чтобы обследовать сына. Наталья с ребёнком решила там остаться, ожидая такого же решения от Николая. Однако тогда он выбрал свою родину. Ходил по свету колесил я много лет, но счастья так и не нашёл. И друга нет, жены вот тоже в общем нет. И на душе нехорошо. Да, мы старались не расставаться, хотя и были в семье уже проблемы. Мне хотелось уделять сыну больше времени, перекормить его своим вниманием. Я это делал очень ревностно и старательно. Может быть, надо было вести себя иначе. Но, с другой стороны, кто знает, как жизнь дальше сложится. Пусть наше общение будет ему таким багажом, сохранится в его воспоминаниях. Рассказывал певец. Известно, что они всё же развелись с Натальей после 22 лет брака. Выпустив пять успешных пластинок, Гнатюк решился переехать в Германию. Из-за его паузы, которая растянулась на несколько лет, многие строили домыслы о судьбе музыканта. Но в 1993 году он вновь зазвучал из всех проигрывателей. Душевная песня на родном языке «Час рекою плыве» моментально стала хитом. А в 1996 году вышел очередной альбом. Именно тогда появилась изодорная композиция «Ой, Смирека», ставшая гимном региона Карпатья. В качестве музыкального компаньона он выбрал одного из самых близких людей своей жизни, родного брата Анатолия. Каждый человек с годами меняет свои приоритеты и взращивает в себе новые ценности. 47 лет Николай задумался о духовной стороне жизни и решил поступить в Белгородскую духовную семинарию на миссионерское отделение. «Новое видение мира», сказалось и на музыкальном творчестве артиста. Отныне в его композициях чувствовалась связь Всевышним. А его последняя пластинка называлась «Господи, помилуй». Композиция «Малая Родина», «Вера», «Пора покаяться», «Авы Мария», «Ксения Блаженная», «Песня о Святом Николае». Певец вкладывал всю свою многогранную душу. Издателем проекта стала Свято-Успенская Почаевская лавра. Но это не значит, что Гнатюк совсем позабыл о сцене, ведь периодически он выступает на телевидении. Николай смог справиться с тягой к алкоголю. Сегодня он выглядит так же достойно и встречает свои 71 с улыбкой на лице. В интервью 2019 году он признался, что теперь не боится ставить на паузу свое творчество. Сейчас певец сосредоточился на своем духовном росте. Изредка Гнатюк становится гостем различных концертных площадок, а в свободную минутку музыкант находит время для поездки в Германию, где живет любимый и единственный сын. За всю свою жизнь талантливый украинский певец смог добиться самого главного – признания поклонников и воплощения творческого потенциала. Из года в год его песни сопровождают нас в самые теплые дни. Теперь же Николай изредка появляется на сцене и уделяет время любимому сыну Олесю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok